Первый в республике швейный класс появился в одной школе Красночитайского района, так что рабочую специальность можно будет получить уже со школьной скамьи. Мастерскую оборудовала компанию по производству спецодежды. Обучать учениц швейному делу будут преподаватели техникума. Это стало возможным благодаря масштабному проекту УПК-21, который запустили в Чувашию. Направлен на раннюю профориентацию и перспективную подготовку кадров. В сентябре учебно-производственные классы должны появиться во всех городах и районах республики. Создавать своими руками одежду смогут ученицы новоатайской школы. Они только начали осваивать востребованную профессию. Первая группа девочек приступила к обучению в начале апреля. Мне захотелось научиться чему-нибудь новому. Мода и стиль сейчас популярны. Их захотела вышивать для близких, родных и для себя тоже. Мне нравится профессия портова. Я хочу научиться шить себе выпускное платье. И вполне возможно, школьницы смогут пощеголять в собственных нарядах. Через два года они получат свидетельство швеи. А пока нужно с нуля обучиться профессии. На занятия отведены два часа в неделю. Ученицы будут осваивать новую специальность под руководством мастера швейного дела из Ядринского агротехнического техникума. Девочки прежде всего хотят сразу же научиться в вечерние платья. Но я им объясняю, что мы будем начинать уже простых салфеток, прихваток. Весь курс обучения состоит из трех разделов. Первый раздел содержит основы конструирования, моделирования, материаловедения. Второй раздел содержит машинные и ручные швы. И третий раздел – это техника выполнения швейных изделий. В школе отремонтировали помещение под мастерскую. Новое швейное оборудование для учебно-производственного класса. Пять современных машин предоставило предприятие по пошиву спецодежды. Компания заинтересована в новых кадрах. Тем более, что в соседнем районе открыли еще одно производство. И здесь надеются подготовить для себя специалистов. Будем обслуживать эти машины, мои механики будут обслуживать. Риспечивать будем кроем, материалом, техническое содержание этих машин. Машины, в принципе, они все новые, работают тихо, как вы слышите. В мастерской также планируют открыть группы для взрослых. В их швейное дело будут осваивать безработные или оказавшиеся под риском увольнения. Кроме того, в новоатайской школе начнут обучать слесарей по ремонту сельхозтехники. На уроках технологий ребята смогут разбирать и собирать тракторы, различные узлы и агрегаты. После школы кто-то из них сразу сможет трудоустроиться слесарем или пойти учиться дальше на инженера. Учебно-производственные классы помогут школьникам определиться с будущей специальностью и получить востребованную профессию. Планируем, что с 1 сентября текущего года 411 учебно-производственных классов откроются в каждом муниципалитете. Это разные направления. Это IT-направление, педагогическое направление, медицинские классы, агроклассы. Мы понимаем, что реальный сектор экономики требует, конечно же, рабочей профессии и специальности. Возможность освоить профессию со школьной скамьи уже появилась в нескольких образовательных учреждениях Чебоксар, в Канаше, Марпасадском и Цивильском районах. Техникумы и колледжи, где можно получить рабочую специальность, есть не во всех муниципалитетах. А вот учебно-производственные классы планируют открыть в каждом городе и районе Чуваши. В профильном ведомстве уверены, это позволит решить вопрос с нехваткой рабочих кадров, особенно на селе, чтобы вчерашние выпускники в поисках работы не уезжали из родных мест. Ирина Николаева, Елена Дмитриева, Святослав Петров, Вести Чуваши.